добрый вечер дорогие друзья в то время когда вы смотрите последний ролик который я загрузил на канал это небольшой видео сюжет про ножик клетчатый из стали 440 c и последнюю гастроль ножа из стали pmd-10 я записываю новый ролик для начинающих так сказать ножевиков которые шьют ножны я тоже еще не профи только учусь но уже куплюсь с вами своими наработками но это не мои наработки то есть это я все конечно прочитал но я это взял попробовал и показываю как говорится получим и так все вы видели вот этот нож это нож из стали 766 вакуумные индукционные который будет на тестах которые я его заточу и буду отправлять на на охоты на карасей в общем туда ну естественно нож с обмотанной газеткой клинком отправлять не кабельфо поэтому естественно решил сделать для него по-быстрому ножны ножны какие быстрые без всяких заморочек без ничего ну заморочка была одна когда-то я когда начинал на какой-то нож и ножны я просто сделал одну часть вырезал отформовал потом оказалось что не совсем по размеру вырезал и вот эта часть заготовка давай вот здесь это из растишки она у меня лежала пока не находилась применимая тут как я уже показывал был в магазине купил самый дешевый хромкий это для футляра для этого для пробойников еще там может быть чуть по краю вот здесь вот такая бахтерма то есть самый дешевый там как вы самая вот такая вот видите самая дешманская и все остальное и так я подумал думаю если я делаю нож ножны как бы временные чтобы только для вот этого ножа отправить его думаю почему бы не попробовать их скомбинировать сказано сделано вырезаю обратную сторону это вот эта хромка проставка здесь тоже из этого же то есть я взял самый самый такой дешманский кусок самый страшный который там с бахтермой хрен на какой вот вырезал склеил думаю ну для таких ножен это временные не буду я брать там вот это ассар 30 я взял вот такой вот клей кстати очень классно клеит в леруа мерлен продается вот склеил потом взял мастерскую прошил про просверлил отверстие разметил все вот так вот чтобы видно было клейму перевернул наверх ногами поставил ну ничего видно вот так вот сделал такой небольшой красивый такой орнамент общем замолчился подвес тоже из этой же кожи из этой же хромки и тут стал вопрос что что ножны они имеют пластичность то есть они гнутся ну потому что хромка хоть ее мочи хоть не мочи она все равно будет мягкая допустим растишка все знают она колом встает хромка никаких признаков жесткости не показывает ну что делать естественно полезный интернет на сами на всеми наши любимую ганзу набрал старые архивные темы которые там уже позакрывались в общем там две тысячи по-моему тринадцатый год пятнадцатый не помню уже и там в одном коробку там несколько там полу на одну или две странички на ганзе прочитал что ножны из хромки можно делать но ее надо делать жесткими а что нам в этом поможет а поможет нам в этом обыкновенный желатин я это прочитал зашел в магнит купил пачку желатина и рассказываю последовательность действий после того как я уже сказал все это проклеил просверлил прошил кстати шил я двумя нитками одна верхний вот этот ряд это 0,8 миллиметров а вот это 0,55 и посмотрел что все таки если взять где-то 0,65-0,7 будет наверно смотреться швы поаккуратнее хотя 0,8 тоже смотрится достаточно хорошо это круглая нитка крученая не плоская вот как она смотрится на черном вот возвращаемся к ножнам развел согласно рецептуре развел согласно рецептуре то есть взял из этого пакетика стандартную столовую ложку желатина залил где-то 100 миллилитров 100 граммами воды оставил набухать желатин пока в это время я прошивал вот это все желатин у меня разбух вот к тому времени уже я закончил шить вот долил туда где-то еще грамм 200 наверное горяченькой воды такой ну здесь указана где-то температура 80-90 градусов думаю не буду рисковать чтобы не сварить где-то градусов 70 налил еще туда стакан воды все это перемешал до однородного состояния чтобы комочков не было никаких и так как у меня уже это все было прошито проклеено и все остальное я просто сюда налил по самое горлышко этого желатина разведенного налил и у меня здесь вот так вот поставил его браковине он у меня где-то минут ну наверно 10 стоял с желатином то есть нигде здесь не вытекает я отверстия никакого не делал потому что надо я уже тогда прочитал что нужно желатинники вот думаю они будут делать отверстия если надо будет просверлить вот нож это все равно для тестового ножа никто может с ними ходить никуда не будет поэтому можно с этим делом заморочиться либо здесь дырку сделать вот то есть налил сюда вовнутрь подержал и потом естественно так как уже у меня эта кожа была сформована сформована ранее она очень ну как бы тяжело расходилась вот потом я начал это все замачивать в тазике перегибал чтобы все это как бы вылили везде это все было смочено хорошо проливал именно вот эти швы так как они не были обработаны туда прям видно было как желатин туда впитывалась вода вот именно на швах я его уже на наждаке обрабатывал на гриндере то есть это все позаливал потом вылил намотано у меня было два слоя пленки ну чтобы как увеличить объем рукояти и начал я это все дело формовать естественно сначала когда все здесь жесткое желатин скользит куда-то я его засунул потом начинаю тянуть оно все скользит думаю ну все нахер хрен вытащу ну в общем какими-то силами я вытащил его оттуда ножек опять навек желатин опять подержал все это замачиваю разминаю чтобы более мягкий был и потом через какое-то время минут 10 или 15 у меня пока это все там я его полоскал в этом желатине кожа начала поддаваться и уже заходить все легче и легче и легче и тогда уже можно было формовать растишку и также начинала формоваться уже чуть позже хромка после того как уже когда я сформовал именно вот этот растишку уж она быстрее я повесил на как он называется на стендину в общем для сушения для сушки белья такая раскладывающаяся фигня вот я его повесил он у меня подсыхал через каждые где-то минут 20-30 я подходил проверял с пленкой как он заходит в рукоять в буксе чтобы нигде ничего не было никаких таких и формовал именно уже хромку она начала подсыхать вот и начал формовать но здесь смотрите видите бугры это все вот это торчащие во все стороны бахтерма то есть если ее просто как бы сделать либо покупать сразу гладкую чтобы либо на двоинной машине снять этот верхний слой то есть и когда уже начал животин подсыхать животин начал подсыхать я потом еще раз пролил сверху ну понятно что оно тут практически ничего не впитывает сверху надо изнутри ну а здесь еще оно взялось тоже чуть-чуть проливал проливал животиновым этим раствором и вот так вот сформировалась хромка повесил я его над этим над нагревателем с пленкой он у меня начал подсыхать где-то часа наверное через три вот перед тем как ложиться спать уже я посмотрел что уже кожа начинает становиться то есть она уже пальцами не проминается она уже на воздействие сликера или еще что-нибудь уже никак не реагирует потому что уже начинает просто застывать то есть высыхает и застревает я его оставил еще чуть-чуть повисеть вместе с пленкой потом достал ножик и уже сушил без ножа то есть в таком состоянии как он есть он у меня висел всю ночь провисел и вот теперь растишка звенит чуть звонче хромка чуть глубже но тем не менее все здесь сработало все четко ножны очень жесткие они как фанерные ножны стали таким монолитом независимо от того что здесь хром которая мягкая ножны заходят ну и слабо выраженный но щелчок есть единственное что так как здесь в любом случае торчит вот такая хрень внутри пришлось чуть-чуть где была возможность довез руками как бы там загладил что-то оторвал и потом немного промазал именно вот эту хромку бахтарную часть я промазал небольшим количеством вы видите до сих пор отсюда он вылазит вот видите я промазал немного воском обычным обувным вот этот салт или как чтобы нож легче входил и теперь все четко что могу сказать что если у вас ну как это к тому к чему видео было что если вдруг не оказалось у вас под рукой растишки есть вот такая хромка либо еще какая-то другая кожа которая ну непонятно что они жированы потому что туда вода может не проникнуть и все то есть средство для придания жесткости ножном если надо быстро вот прям пошить а кожи как говорится кроме вот такой нет то берем желатин разводим формуем сначала кожу ну как бы все это делаем вырезаем лекало все это просверлил на мягкую ну естественно по размеру ножа все сразу прошиваем отверстие для слива делайте потом уже вот все это прошивается все это проклеится прошивается это один день вот когда это все высохло клеем особенно подсох на второй день вызову разводим желатин выливаем во внутрь ставим его в раковину он у вас стоит там ну сколько стоит сколько ну 10 минут пускай 10 минут стоит сколько хотите пускай стоит особого хуже не будет то есть концентрация если берете по рецепту одну столовую ложку значит это где-то получается в общей сложности столовая ложка 300 грамм воды если берете чуть-чуть более если хотите чтобы еще дубовие стали эти ножны делайте чуть-чуть насыщенный раствор желатин то есть берете чуть больше его вот и он у вас внутри начинает сразу сюда впитываться вот в эту пропитывается потом вы его можете в тазике также положить помокай пускай там лежит хуже не будет потом когда у вас уже это все уже промокло уже вы чувствуете руками что это все скользит вставляете туда нож с пленкой предварительно обмотал рукоять пленкой вешать и сушить но единственное здесь момент потому что с желатином ну как бы он высыхает либо быстрее либо и когда он уже начинает высыхать он начинает твердеть то есть здесь все время надо этот вопрос контролировать то есть подходите и начинаете уже формовать там по рукояти либо еще как-нибудь и все сформовали повесили у вас часа два три повисел начал сохнуть уже непосредственно с ножом внутри потом достаете досушиваете его без него и потом уже снимаете пленку и у вас он уже должен ходить легко и непринужденно вот такой вот способ то есть можно по-быстрому если надо сделать комбинировать растишку и хромку проставку можно делать из хромки никаких проблем с этим нет как я уже показал ножны как фанера то есть нигде ничего не играет нигде ничего скрипит потертое седло вот так что кому интересно берите на заметку то есть такой вот обычной хромки недорогой можно сделать спокойно быстрые ножны как говорится для если вот прям пригорело что надо сделать а потом естественно при желании можно сделать уже как бы с растишки там с тиснениями со всеми крутасами со всеми вот ну а так по-быстрому это все занимает два дня первый день крой клейка сверловка шитье второй день после того как высыхает клей пропитка желатином и получаются готовые ножны ну что ж вот такой вот был мой опыт кому интересно что говорится модно сейчас ставим пальцы вверх подписываться на канал ну что ж на этом все всего доброго пока 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 не забывай не забывай это не забывай Продолжение следует...